Привет, это канал I Like Pet, и в этом ролике мы ответим на самые популярные вопросы о кинофобии. Кинофобия – это страх собак. По оценкам Всемирной Организации Здравоохранения, это одна из самых распространенных фобий в мире. Чаще всего эта фобия встречается у людей до 30 лет. Почему появляется кинофобия, каковы ее признаки и как можно ее вылечить? Итак, представляем вам ответы на самые популярные вопросы о кинофобии. Кинофобия чаще всего появляется в детстве. Она может возникнуть как из-за неприятного опыта общения с собаками, так и из-за внушения взрослых. Многие родители в попытках уберечь ребенка оттаскивают его от собак и заставляют его обходить лающих стороной. Вырастая, человек продолжает бояться собак, даже не имея неприятного опыта общения с ними. Часто причиной кинофобии становятся серьезные личностные комплексы и расшатанная психика. Собаки, как непредсказуемые животные, представляют угрозу для психически неустойчивого человека. Также кинофобия часто характерна для глухонемых людей, которые не могут отличать дружелюбные звуки собак от агрессивных. Кинофобия бывает двух видов – истинная и ложная. Для ложной кинофобии характерно желание истребить собак, чтобы избавиться от причины страха. Люди, страдающие ложной кинофобией, часто таким образом прикрывают свои садистские наклонности. Например, такая кинофобия бывает у док-хантеров. Настоящая кинофобия не включает в себя агрессию по отношению к животным и их владельцам. Такие люди просто обходят собак стороной и стараются не иметь дело с лающими. Один из главных симптомов кинофобии – тревожное состояние, безвидимое на то причиной. Человека, страдающего этой фобией, постоянно преследует мысли о возможном нападении собаки, даже когда никакой опасности рядом нет. Часто кинофобы страдают нарушением сна, потому что тревожные мысли, не отпускают их даже ночью. Важно понимать, что кинофобия – это иррациональный страх. Осторожное отношение к животным – не кинофобия. Не страдающие от этого расстройства люди могут опасаться незнакомых больших или бездомных собак, но при этом спокойно общаться с собаками своих соседей или друзей. Человек же, страдающий кинофобией, боится всех собак без разбора. Кинофобию можно вылечить, обратившись за помощью к специалисту. Многие из них предлагают пройти кинофобом курс когнитивно-поведенческой терапии. Например, пациента просят пообщаться со своими страхами лицом к лицу, то есть проводить время с собаками. Другие специалисты подключают технику воображения. Пациенту нужно представлять взаимодействие с лающими. Если же лечение не приносит результата в полной мере, врачи прописывают курс антидепрессантов, потому что развивающаяся фобия может стать причиной серьезного заболевания психики. Теперь вы знаете ответы на самые популярные вопросы о кинофобии. Если вы заметили у себя признаки этого расстройства, обратитесь за помощью к специалисту. О других интересных фактах из мира животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!